Экскурсия в бомбоубежище. Журналистам и студентам политеха сотрудники МЧС продемонстрировали, каким должно быть образцово-показательное защитное сооружение. Это на балансе РЖД. 670 квадратных метров. Рассчитано на самую большую смену компании 430 человек. Класс защиты здесь один из самых высоких. Убежище должно обеспечить защиту от действия аварийно-химически опасных веществ, боевых отравляющих веществ, которые содержатся в воздухе в течение 48 часов. Вовремя проводятся все регламентные технические обслуживания, проведен капитальный ремонт, восстановлены фильтры вентиляционные оборудования, новые баки для воды, обслужена дизель-генераторная установка, заменены фильтры поглотители, обслужены все защитные герметические двери. Функционирует на 100% все оборудование. Укрытие оборудовано сильной вентиляционной системой. Есть лаз на случай, если двери будут заблокированы. Через него можно выбраться на территорию вокзала. Запас воды обновляют раз в квартал. Есть комнаты с лавочками, чтобы люди могли отдохнуть. По норме на каждого человека приходится не менее полуметра. В помещениях светло и тепло. Данное убежище оборудовано дизель-генераторной установкой, что позволяет в случае чрезвычайной ситуации перейти на автономный режим энергоснабжения в данном убежище. Указанное убежище также используется как пункт выдачи средств индивидуальной защиты, то есть противогазов и сборный эвакуационный пункт. В течение 12 часов по правилам укрывающимся должны предоставить питание. Бомбоубежище по назначению никогда не использовали, но регулярно здесь проводят тренировки по гражданской обороне для сотрудников РЖД. Мне понравился здесь достаточно высокий уровень подготовленности специалистов, высокий уровень подготовки самого убежища для укрытия населения, новые приборы радиационного контроля мы смогли посмотреть. В общем-то достаточно полезную информацию сегодня подчеркнули для себя, как преподаватели, студенты, наверное, новые знания получили. Таких больших и ухоженных убежищ на территории региона несколько десятков. Есть укрытия поменьше, их несколько сотен. Местонахождение, разумеется, в тайне. За последние 20 лет в Ивановской области было построено меньше пяти новых бомбоубежищ. Вопрос упирается в деньги. Строительство с нуля такого пункта обходится примерно в один миллион на одного человека, которому здесь предстоит укрываться в случае ЧС.